За перевод благодарим фан-сап-группу Бодилюм. Озвучил Кайл. Run BTS. Эпизод 112. Школа Далбанк. Run BTS! Я думаю, мы часто носим форму. Правда? Мы коммерческие звезды. Неудивительно, что вы все выглядите потрясающе в форме. Вы, ребята, круто выглядите. Учитель, вы не носите форму. Это форменная рубашка. Это символика униформы. Клетчатый узор. Мы делимся на команду очкариков и без очков? Может, мы объединимся? Что? Что это? Почему он торчит? Что это такое? Мне дали короткий жилет. Это жилет для младенцев. Что это? Что случилось? Мне дали слишком короткий жилет. Почему у тебя язык торчит? Даже не знаю. Я ничего не могу поделать со своим коротким жилетом. По-моему, на мне самый короткий жилет. Ты можешь отпустить его. А, понятно. Разве жилет не всегда отпускают? Засунь его внутрь. Окей. Что мы делаем сегодня? Тема выпуска – Школа Далбанк. MC и учитель Школы Далбанк – Джин. Здравствуйте. Учитель Джин. Джин. Здравствуйте. Я Джин, учитель Школы Далбанк сегодня. Учитель. Ребята. Сейчас студенты не говорят учитель. Они говорят Сэм. Сэм. Правда? Джин Сэм. Я Джин Сэм. Вам нравится Джин Сэм? Сэм. Я президент класса Ким Тэхён. Что не так с твоим тоном? Он говорил, как сержант Ви. Какой предмет вам больше всего запомнился в школе? Мой самозапоминающийся предмет. Мой папа преподавал литературу. Учитель литературы? Я усердно изучал литературу. Литература, значит… Какая у тебя была оценка? Что? Я усердно работал, но… Ты просто много работал? Да. Я много работал, но… Я слышал, что в прошлом учитель любил естественные науки. Сегодня я учитель естественных наук. Правда? Какая у тебя была оценка? Четыре. Из ста или из пятидесяти? Из пяти можно быть учителем, даже если ваша оценка была четыре. Я любил общество знания. Общественные науки. Тебе не понравился пятый сеанс? Игра слов. Смейся! Я любил физкультуру. Физра, отлично! Я любил ИЗО, музыку и физкультуру. Сегодня у нас будет пять занятий, включая ИЗО, музыку и физкультуру. Чимин, в каком предмете ты больше всего уверен? Я любил физкультуру и ИЗО. Вы будете зарабатывать очки, играя в игру на каждом занятии. Это индивидуальная игра? Я бы хотел, чтобы так и было, но посмотрите на столы позади вас. Что это такое? Подвое? Именно! О, у нас будет партнер! У вас будет напарник! В любом случае, после того, как все занятия закончатся, мы объединим результаты. Команда с наименьшим счетом получит наказание! Нужно постараться. Какое наказание? Я слышал о наказании, и это ужасно! Что же это? Это ужасное наказание! Как гора Часан? Немного отличается от его наказания. Если отличается, можешь сказать силу наказания по сравнению с горой Часан. Грабитель – это плохой парень, который крадет деньги. Игра слов. Он заходит слишком далеко, думая, ему нужны новые очки. Я вижу, как трое режиссеров смеются над моей шуткой. Я посерьезнел и выпрямился. Я не знаю, как реагировать. Вообще не знаю. Прежде чем мы начнем занятия, мы сыграем в игру, чтобы распределить команды. Чтобы распределить команды. Как же мы решим? Вы знаете Хокки-Покки? Что за Хокки-Покки? Хокки-Покки. Что это такое? Никто не знает Хокки-Покки. Хватит пялиться! Это танцевальная игра? Когда играет музыка? Ребята, я все объясню. Хочешь быть МС? Я играл в эту игру в школе. Просто танцуйте! Скажет Хокки-Покки, я скажу, поскольку человек разбредаться. Окей, поняли. Сыграем прямо сейчас. Какая музыка? Музыка? Мы можем включить только нашу музыку из-за проблем с авторским правом. Никогда не слышали? Кажется, я играл уже в Хокки-Покки. Где мы стоим? Мы можем стоять здесь? Мы должны ходить по кругу. Идите по кругу, ребята! Встаньте в круг! Ребята, встаньте в круг! Встаньте в круг, пожалуйста! Хокки-Покки – такое модное имя! Включите музыку! Давайте! Танцуйте весело! Весело! Танцуйте что? Танцуйте весело! Веселее! Ребята, танцуйте веселее! Музыка не имеет значения, просто танцуйте весело! Джей Хоб, весело, а не грациозно! Джей Хоб! Четыре! Четыре! Мы команда! Мы команда? Что такое? Джей Хоб, я все видел! В одно мгновение! Все сразу же бросили меня! Четыре! Музыка! Музыка! Такова жизнь! Они даже не посмотрели мне в глаза! Я хотел пойти к тебе, но все были там! Джей Хоб, я все видел! Я видел, как тебя оставили одного! Мне было так одиноко! Вы, ребята, в одной команде! 95-й лайн, вы, ребята, в команде! Мы 94-й лайн! Давайте перейдем к следующему раунду! Вы, ребята, должны отойти в сторону! Мы можем сесть! Давай сядем спереди! Можете выбрать себе места! Правда? Лучше сидеть спереди! Сюда! Посередине? Давай посередине! Посередине! Ребята, у вас есть напарник на примете? Я хочу объединиться с президентом класса! Президент класса Тэхён! Так как команда с очкариками распалась, пусть один будет с очками и один без них! Нам нужно сыграть еще один раунд! Даже если у вас есть напарник на примете, кто-то может забрать его! Значит, они и есть команда! Никогда не знаешь, что может случиться! Давайте хокки-покки! Пожалуйста, музыку! Окей! 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 О! У-у-у! Ха-ха-ха! Два! Два! Не надо меня обнимать! Не надо! Отпусти! Как они так разбились на пары? Отпусти меня. А что случилось с соулмейтами? Чимин, ты сказал, что хочешь быть в паре с Ви. Почему ты обнимаешь Чонгука? Я не обнимал его. Это меня обняли? Чонгук бежал за мной. Я смотрел на Чонгука. Он шел за Шугой. Что случилось с соулмейтами? Так как мы самая слабая пара, как я и хотел, все команды состоят с одним очкариком. Точно. Ой, и вправду. Президент класса. Давайте поприветствуем учителя. Что это за тон такой? Тэхён, садись. Сажусь. Ты закончил военную службу? Тишина! Тишина. Ребята, такой слабый свист. Мы разделились на три команды. Все три команды должны придумать название. Как нам назвать нашу команду? Мы назовем нашу команду Ким Сок Джин. Вы не можете назвать свою команду именем учителя. Вы слишком часто используете это имя. Может команда Ким Сок Джин? Давай назовем Зимний Медведь. Давай просто Медведь. Медведь. Он заботится о своем напарнике. В текстах песен Тэхёна? Вы все связываете с Ви? Есть такая фраза «Представляю твое лицо». Наша команда называется Фе. Представляю свое лицо? Фе. Фе. Фе-фе-фе. Давай тоже назовем нашу команду, связанную с Ви. Медведь. Они назвали команду Медведь. Команду Ви зовут Медведь. Стойте, мы тоже назовем нашу команду словом, связанное с Ви. Ви. Ви? Президент класса Ким Тэхён. Ви, пожалуйста, сядь. Наша команда Ви. Эту команду зовут Медведь. Эта команда Ви. Эта команда «Фэ» представляет твое лицо. Нет, учитель, вы плохо слышите? Представляет твое лицо. «Фэ» от слова «фэйс». «Фэ» — это странно. Они просто примерно составили название команды. Давай, Банши Хёк. Окей, наша команда называется Банши Хёк. Окей, начинаем. Банши Хёк. Хорошо, окей. Название команды Банши Хёк. Было бы невежливо назвать нашу команду Банши Хёк. Мы будем Хёк. Хорошо, Хёк. Хёк. Команда «Медведь». «Ви» и «Хёк». «Медведь Ви Хёк». Как ты сдал аттестацию учителя? Человек, о котором я больше всего беспокоюсь, — это учитель. Всем сосредоточиться! Свист слишком слаб. Свисток барахлит. Учитель, мне вас жаль. Ребята! Первый урок — корейский язык. У меня с этим было всё хорошо. Я набрал два балла на вступительном экзамене в колледж. Какая у вас была оценка? У меня два. Два? Джейхоп, а у тебя? По корейскому? Я не помню, но думаю, что где-то выше 50%. Более 50%. У меня было А. А! ABCD? Такая система была тогда, когда я учился в начальной школе. Такая система была в средней или старшей школе? Пока мы не перешли в среднюю школу. Арем, твоя оценка? Мой напарник — элитный студент. Кореец Ким Нам Джун. Меня зовут Кореец. Кореец Ким Нам Джун. О, ты кореец? Именно так. Он Ким Кореец. Приступим. Да. Он не спросил последнюю команду. Учитель, ты нас игнорируешь? Нет. Я слышал, что Чимин был отличным учеником. Он был лучшим учеником. Он был лучшим учеником, когда поступил в школу искусств Пусана. К вашему сведению, отец Джейхопа любит коллекционировать гонши. Да, это так. Не знаю, почему он вдруг об этом заговорил. Папа коллекционирует гонши. Мы уже много раз отвлекались. На уроке корейского мы будем решать простые викторины. По корейскому алфавиту со словами, которые мы используем каждый день. Хорошо. Хангэль. Будет 10 вопросов. Когда я покажу вам вопрос, обсудите его с вашим напарником в течение 10 секунд. Выберите либо нолик, либо крестик. Шуга силен в этой игре. Есть карта О, есть карта Икс. Сегодня я совсем не волнуюсь. Хоба, давай. Если наш мозг полностью функционирует, мы можем делать все, что угодно. Я тоже уверен в себе. Ты усердно учился, Чонгук? Я эксперт. Первый вопрос, ребята. Даю вам 10 секунд. Два, три. Я Джин. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы поприветствовать вас. Ты не можешь ошибиться. Учитель, я полностью спокоен. У меня отличная команда, я имею в виду партнер. Корейским нам Джун. Задержите ответ. Время для обсуждения. Мне задержать пока ответ? Человек слева должен поднять Икс, либо нолик. Вверх. Человек слева. Он должен поднять Икс или нолик. Так. Человек сидящий зови. Я наш ряд. Да, ваш ряд. Один, два, три. Один, два, три. Честно говоря, это вы все... Ошиблись. Реально? Реально? Ответ Билё, а не Биро. Реально. Правда? Нам Джун наа. Англичанин Ким Нам Джун. Англичанин Ким Нам Джун. Физрук Чон Чонгук. Я же говорил вам, что это трудно. Окей, это была разминочная игра? К сожалению, это не разминочная игра. Это была настоящая игра. Чонгук, мы должны выбирать противоположное тому, что думаем. Давайте выбирать противоположный ответ. Следующий вопрос. Я даю вам всего пять секунд. Я медленно читаю. Что? Ты показываешь нам предложение. Хорошо, я даю вам десять секунд. Один, два, три. Чонгук съел весь хлеб. Съел весь хлеб. Я доверяю тебе. Почему? Сегодня я буду полагаться на Джей Хопа. Ребята, я верю Джей Хопу. Если вы слева, пожалуйста, поднимите ответ. Где должен быть ответ? Этот ряд. Этот ряд. Мы поднимем ответ. По очереди поднимайте ответ. Ряд Шуги. Один, два, три. Икс, икс, нолик. Ответ. Чонгук съел весь хлеб. Правда? Чимин. Правильно. Предложение было правильным. Неужели? Разве вы не употребляете эту фразу? Тхонджеро. А не Тонгчеро? Из-за предыдущего вопроса? Я думал. Я думал, что это правильное предложение. Он спрашивает Тонджеро или Тонджеро. Вы что, не учились? Чем вы занимались, когда были студентами? Вы что, шутите? Я думаю, они просто угадали ответ. Мы не гадали, мы просто знали. Мы знали. Не стоит нас недооценивать. Джей Хоп, давай выйдем. Ты хочешь подраться? Ты умеешь драться. Ты что, издеваешься? Да что с ним не так? Ребята, успокойтесь все. Это тяжело. Чимин, как там ваша команда? Команда Хёк. Одно очко. Идеально. Я понял. Хорошо. Теперь я понимаю. Ребята, этот вопрос очень прост. Очень простой. Чимин, лист дерева стал красным. Нельзя ошибаться. Ты никогда не должен ошибаться. Как можно заменить это слово? Но что, если мы ошибемся? На этот раз ряд В. Должен показать ответ. Вы все выбрали нолик. Все ошиблись? Только не говори, что ответ был Ипсаги. Только не говори мне, что это Ипагу. Все правильно ответили. Хорошо. Я ожидал, что кто-то скажет Ифари. Все правильно ответили. Плохо. Честно говоря, я думал об этом. Т-команда думала об этом. Ифари. Следующий вопрос. Джей Хоб увидел жука, который прошел мимо него. И поднял брови. Вперед. Окей, Арэм все понял. Окей, Чимин, ты прочитал предложение. Держи вертикально. Ты готов, Чимин? Вы прочитали предложение? Как думаешь, какой ответ? Я думаю, Нун Саль. Вперед. Ты знаешь. Поднимите ответ. Держи вертикально. Окей, окей. Что? Что такое? Он вот так поднял ответ. 0, XX. Это Нун Саль. Он подсмотрел. Нун Саль. Он поднял ответ вот так. Я просто ошибся, когда поднял руку. Не нужно жульничать. Честно говоря, это... Успокойтесь, ребята. 0, XX. Правильный ответ. 0. Это Нун Саль. Я же сказал. Я все правильно сделал. Нет. Ты что, издеваешься? Что ты наделал? Мы все выбрали 0. Единогласно. Что ты наделал? Я думал, у тебя высокие оценки. Я не понимаю. Просто жульничай. Можно просто подсмотреть чужой ответ. Как вы вообще учились? С ума сойти. Нет. С этого момента держи вот так. Хорошо? Окей, понял. Вперед. Вы закончили? Давайте перейдем к следующему вопросу. Это очень просто. Окей, это просто. Легко. Это подсказка. Его лицо выглядит очень больным. Это легко? Это нет. Начинаем. Один, два, три. Поторопитесь. На счет три. Пожалуйста, покажите свой ответ. Я тебе доверяю. Ответ, пожалуйста. Быстрее. Какая разница? Мне отсюда плохо видно. Те, кто рядом хобби. Пожалуйста, покажите ответ. Что ж. Какое же тогда правильное слово? Это хельцик. Тихо, тихо. Что это? Я думаю, он все понял. Джейхоб, как правильно тогда? А почему я этого не знаю? Что? Нунсаль? Мне кажется, я знаю, что он сказал. По-моему, он сказал хельцик. Хельцик. Ты выглядишь больным. Это оно? Я знаю. Что? Хельцик. Что? Хельцик. Ты сказал хельцик? Правда сбивает с толку. Это так просто? Я солгал вам. Правильный ответ. Икс. Какой правильный ответ? Хельцик. Хотите, чтобы я рассказал вам, чтобы вы все сказали? Давай. Я хотел вас рассмешить, ребята. Я хотел вас рассмешить. Он сказал, что здесь неправильно написано. Должно быть хельцик. Ад и сиук. Джейхоб сказал хельцик. Хельцик. Не хелцик. Хельцик. У тебя правильная интонация? Разве не хельцик? Сук. Чимин сказал. И Чимин прав. Я же сказал. Все правильно поняли. Я тоже так сказал. Я хотел вас рассмешить. Ребята, все правильно поняли. Давайте дальше. У нас нет времени. Так весело. Наверное, будет три эпизода. Хорошо, давайте. Следующий вопрос. Подождите, у меня вопрос к учителю. Учитель знает ответы на эти вопросы. Конечно. Я придумал эти вопросы. Я разговаривал со Стафом неделю назад и искал им. Что я хочу задать вам, ребята? Эти вопросы. Может нам провести тест? Ты хочешь проверить учителя? Учитель? Да. Ты запоминаешь ответы? Нет-нет. Он запоминает. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Арэм, твои бакенбарды отросли так быстро. Это очень просто. Стойте. Я думаю, что немного по-другому. Или нет? Ребята, ответ. Ви, вы вышли? Что? Команда Ви, а не Ви. Вы выбыли? Хорошо, Икс. Ответ. Икс. Это Гунатнару? Да? Разве это не Гунатнару? Нетнару. Не пытайся быть смешным. Хёк. Гунатнару. Гунатнару. Хёк. Ви, нет, медведь. Мы закончили. Медведь. Гунатнару. Правильно. Гунатнару. К сожалению, Ви не получит очка. Зачем ты тогда это сказал? Намджун. Прости. Ви, сделай это. Мы на первом месте. Корейским Намджун. Я вернулся. Последний вопрос. Я дам победителю одну очко. Но оно очень похоже на десять. Окей, хорошо. Дай нам два очка. Один балл, который очень похож на десять. Это последний вопрос? Да. Итак, вопрос. Почему ты бормочешь? Ни за что. Ну же. Я думаю, что это Кунширон. Кунширон все прочитали. Это не Кунширон. Все ошиблись. Кунширон? Кунширон. Это Кунширон. Кунширон. Руку поднимайте. Ви, ты выбыл. Кунширон. Нет. Хёк. Нет-нет. Нет-нет. Нет, Хёк. Кунширон. Старостови. Кунширон. Руон? Если вы ответите, я дам вам балл. Кунширон. 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 Медведь, медведь. Кун-ши-ро. Кунширо? Нет. Кунширон? Как этот вопрос может быть таким смешным? Дай нам подсказку. Какой слог? С подсказкой будет слишком легко. Какой слог? Кунширон. Если говорить быстро, ты делаешь аббревиатуру. Давайте задумаемся о происхождении этого слова. Там не пять слогов. Кунширон. Это так смешно, потому что мы такие серьезные. Медведь. Кунширон. Неправильно. Пожалуйста, кто-нибудь угадайте. Понял, Ви, понял. Еще один шанс. Гущирон. Гущирон, правильно. Этот вопрос... Этот вопрос займет две минуты шоу. Это не Гущирон? Почему Гущирон? Почему? Сегодня мы выучили много грамматик. Это было очень познавательно. Они должны просто изменить на Гущирон. Как произошел Ча Джан Мен? Можно использовать и то, и другое. Корейская викторина закончена. Это тяжело. Вам было весело? Было весело, учитель. Хорошо, хорошо. Это было очень познавательно. Для меня слово Гущирон было таким странным. Нунсаль был шокирующим. Не знал, что такое Нунсаль. Многое было шокирующим. Вам нужен окончательный счет для каждой команды? Сколько у нас, учитель? Я думаю, мы на первом месте. Медведь. Три очка. Ви. Четыре очка. Хёк. Три очка. Хорошо. Второй урок. Обычно второе занятие математика. Второе занятие... День-день-день-день. День-день-день-день. Ви, я тебе дам... Ноль баллов за артистизм. Второе занятие это то, чего вы все ждали. Математика? Изо. Они хорошо рисуют. Те, кто хорошо разбирается в искусстве, сидят на заднем сиденье. Здесь без разницы. Не волнуйтесь. У меня болят ноги, я немного посижу. Теперь я знаю, как трудно быть учителем. Ребята. Сегодня на Изо мы будем играть в Найди отличия. Найди отличия? Они могут увидеть наши ответы со спины. Ты уже так делал раньше. Как я так делал? Юнги, я знаю, как ты хорош в этом. Ладно, ты ничуть не лучше. Оставляю это на вашу совесть. Они далеко. Повернись. Я хорошо умею находить отличия. Давай сядем поближе, вот так. Окей, давайте послушаем учителя. Вы должны найти все отличия и принести картинку мне для подтверждения. Но прежде чем вы получите подтверждение... Что? Проверка? У нас проверка. Почему? Чам-чам-чам, камень-ножницы-бумага. Или мук-джиба. Если мы не победим, то не сможем показать ответ. Это вообще не Изо. Нужно ждать других. Даже если все правильно, мы не сможем показать ответ. Давай сядем поближе. Вы будете играть в эту игру индивидуально. Хорошо отодвигаемся. Отсаживаемся. Экзамен. Как будут считаться баллы? Мы сложим их. Вы можете перемешаться. Шуга, иди назад. Вы не будете рядом с членом вашей команды. Вы не помогаете друг другу. Тогда я пойду. Ты знаешь 16-й бит? Ребята, учитель, он слишком громкий. Он играет бит. Ты даже не настолько хорош. Я всегда так делаю. Круто. Хорошо. Будет пять отличий. Успокойся. Он очень зол. Убирайся с класса. Весело видеть, как ты злишься. Балы будут начисляться по-разному. Тот, кто займет шестое место, получит ноль очков. Одну очку за пятое место. Начинаем занятие. Намджун, не унывай. Давай, Намджун. Дайте нам лист бумаги. Получили лист бумаги. Мы положим бумагу и начнем вместе. Тогда мы начнем все вместе. Я дам вам бумагу для экзамена. Пожалуйста, переверните ее вверх дном. Переверните бумагу, как только получите ее. Переверните вверх ногами. Найти отличия. Чтобы почувствовать атмосферу экзамена, вам нужно передать листочки. Понятно, я нервничаю. Я тоже. Первое занятие обычно начинается с теста на аудирование. Правильно, у вас есть пять минут. Я дуну в свисток. Затем вам нужно начать сдавать экзамен. Давайте сосредоточимся. Стойте. Слишком далеко. Сколько отличий? Я не скажу вам. Можно мне выйти после сдачи теста? Да, иди. Но ты должен найти все различия. Все? Это слишком просто. Слишком легко. Да там простое отличие. Легко? Что это такое? Не слишком ли это смешно? Почему вы все сделали так? Ты выглядишь круто. Что? Я нашел пять отличий. Давай в чам-чам-чам. Возвращайся на свое место. Почему? Еще есть. Уходи. Стой, Шуга, иди сюда. Ты все объединил? Что объединил? Это одно и то же? Нет, есть еще несколько. Есть еще что-то? Не проверяй свой ответ. Понял, принял. Быстро возвращайся на свое место. Иди. Есть еще. Есть еще? Ты видел ответы других? Нет, не видел. Ты сказал мне не смотреть на других. Я очень послушный. Окей, окей. Смотри, сними. Камень, ножницы, бумага. Иди. Вверх или низ? Только влево и вправо. Скажи, сколько отличий? Сколько же вы нашли, ребята? Я нашел шесть. Шесть? Я уверен, что все правильно. Я больше ничего не могу найти. Юнги справился. Я уверен, что все правильно. Я нашел все. Не хочешь найти еще одно? Сколько их? Чимин. Там девять отличий. Найди еще. Там их девять. Иди на место. Нужно найти еще кое-что. Еще? Не могу в это поверить. Не можешь в это поверить? Шея Чунгука выглядит намного длиннее. У меня шея длинная. У тебя она уже выросла? Поторопитесь. Нам, Джун. Не подглядывай. Да я проверю твои ответы. Иди. Хорошо. Встань рядом с ним. Нам, Джун. Правильно. Правда? Возвращайся. Хоба, поторопись. Прости. Вы, ребята, выглядите как настоящие студенты. Хоби, поторопись. Джей Хоб, правильно? Ви, правильно? О, боже. Если бы ты играл в КНБ получше, ты мог бы быть на третьем месте. Облом. Чунгук, иди сюда. Мне нужно найти еще. Восемь отличий. Еще нет. Чунгук, Чимин. Играем в камень-ножницы-бумага. Мне нужно найти еще. В любом случае, играем. Мы единственные, кто остался. Ваши оценки в любом случае одинаковые. О, боже, мы облажались. Чунгук, один балл. Чимин, ноль. Возвращайтесь. Пожалуйста, дай мне посмотреть ответы. Отличий было семь, а не девять. Ты солгал мне, и я искал девять. Еще не нашел? Он сказал девять, и я искал еще три штуки. Ты поверил тому, что сказал Юньги? Да. О, прости. Сейчас я сниму очки и сделаю все, что в моих силах. Чунгук становится конкурентом. Ребята, пока не смотрим. Передайте. Мы готовы. Поехали. Ребята, пожалуйста, начните после того, как я дуну в свисток. Давай же. Вам нужно будет сыграть в камень-ножницы-бумага. Я проиграл с тобой в три раза. Техиом проиграл три раза подряд. Ты не скажешь нам, сколько отличий. Я все равно попробую. Моя ручка не работает. Иди на место. Можно еще раз. Возвращайся после следующего игрока. Тогда пока я проверю. Давайте по очереди. Пожалуйста, отметьте ответы хорошо. Что? Ты не можешь изменить игру? Мук-чипа. Где ты отметил? Что за букашки? Как я могу разглядеть их? Отметь большими кругами. Вперед. Теперь моя очередь. Сколько всего? Давай сыграем в чам-чам-чам. Иди. Тебе нужно найти еще. Вперед. Я нашел шесть. Чимин, сколько ты нашел? Шесть. Есть еще что-то? Тебе нужно найти еще. Дурак. Я должен был солгать ему. Дурак Чимин. Потише. Очень трудно. Наверное, трудно найти засвета. Кто-нибудь улыбается? Я не знаю. Шесть отличий. Мне нужно найти еще. А может и нет. Что? Ты не знаешь ответов? Найди еще. Не сердись на учителя. Учитель. Не надо нас злить. Хорошо. Конец. Я нашел все. Хорошо. Стой. Теперь через одного. Правда? Уже иду. Я закончил. Хорошо. Нам Джун скорей. А вот и я. Эй, ты играл со мной в мук чипа. Джей Хоб, правильно? Молодец. Что ты делаешь? Это слишком сложно. Вы должны сосредоточиться на деталях. Ты должен сосредоточиться. Хобби, я правда хочу найти все, но это слишком трудно. Правильно? Молодец. Отличная работа. Ты молодец. Не давай подсказки другим. Садись. Сам все еще стоишь. Он все еще стоит. Вот оно. Я ничего не могу найти, хотя я концентрируюсь. Я нашел все. Ох, Шуга. Нам Джун так держать. Чимин, правильно. Я сделал это. Еще одно. Ребята, к сожалению. Время вышло. А где же последнее отличие? Где оно? Вы получите ноль баллов. Где еще? Где? Свеча. Свеча? Я нашел это. Я нашел вот это. Это вершина. Да, сверху. Ребята, проверьте свои ручки. Милые друзья, кто забыл ручку? Наверное, это Арэм. Это мое. Прости, не сердись. Я сделаю все, что в моих силах. Только двое получили очки. Это был самый простой раунд. Ким Тихен, отличная работа. Я уверен, что нам нужно найти семь вещей. Но это трудно, не подглядывайте. Учитель, с каждым разом будет все труднее. Я не делал этот тест, я не знаю. Он работал на аутсорсинге. Аутсорсинг? Ну что, начнем? Да, ребят. Тот, кто приходит первым, играет в Чам-Чам-Чам. Второй в Камин-ножницы-бумага. И Мук-Чипа для третьего. Нам-Джун, ты сможешь. Ким Нам-Джун, ты не сможешь. Бак-Чимин, это ты не сможешь. Я не знаю, сколько нужно найти. Сколько у нас отличий? Нужно найти еще. Я уверен, что нам нужно найти семь. Число будет таким же. Это самое трудное. Мне нужно найти еще одно. Быстрее, я ищу. Нужно сделать это быстрее. Еще два. Ты пойдешь? Хобби так хорош в этом. Я рад, что он в моей команде. Думаю, можно просто проверить. У тебя Мук-Чипа. 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 Пай-пай, Мук. О, хорошо. Нужно найти еще. Правда? Это Мук-Чипа. О, пожалуйста. Это неправильно, Мук-Чипа. Честно? Пай-пай, Мук. Пай-пай, Чи. Чи-чи. А-а. Мук-Чи. Мук-Мук. Хён, иди. О, это командная битва. Проиграй, проиграй. Я же сказал тебе проиграть. Недостаточно. Пай-пай, Па. Чи-чи. Мук-Мук. Пай-пай, Чи. Чи-чи. Пай-пай, Мук. Мук-Мук. Мук-Мук. Тэхён, давай. Я все. У меня это так ужасно получается. Еще одно отличие. Тэхён, правильно? О, 진짜? Тэхён, а? Мне нужно найти еще одно. Ребята, мне скучно. Пожалуйста, подходите. Если вы выиграете в камень-ножницы-бумага три раза подряд, я скажу один ответ. Три раза подряд. Я уже иду. Два. Успокойся. Я нашел. Ты нашел? Ты должен быть после меня. Но я нашел. Джей Хоб должен быть первым. Что? А, хорошо. Разве ему не нужно было играть в Мук-Чипа? А, я этого не нашел. Это слишком тяжело. Джей Хоб, правильно? Последний. О, нет. Тэхён, ты молодец. У тебя это так хорошо получается. Где же? Тэхён получил пять очков. И четыре очка Джей Хоб. Тэхён, какое последнее? Воротник. В чем же разница? Это одно и то же. Нет, они разные. А, точно, совсем другие. Я не нашел. Я очень усердно просматривал. Остальные получают ноль баллов. Я не могу найти. Давайте перейдем к третьему занятию. Какой счет? Есть некоторые отличия. Ты еще не посчитал? Если мы раскроем результаты, кто-то может очень разочароваться. Мы только закончили второе занятие. Но в счете огромная пропасть. Но на физкультуре им будет лучше. Ребята, третье занятие – это музыка. Вам нужен перерыв? Давайте сделаем перерыв после третьего занятия. Окей, я понял. У нас пять занятий. Студенты решают, когда у них перерыв. У нас сегодня пять занятий. Давайте сделаем перерыв после третьего. Третий урок. Музыка. В следующем эпизоде. Вкусно? Я думаю, что ты не сможешь. Если готовы, прокричите. Так смешно. Он снял очки. Когда дети снимают очки, они становятся сильнее. Что за другой способ? Это не работает. Вперед. Нет, так не сработает. Вперед. Спасибо за просмотр.